Расулом Магомедовым мы с этого боя начинаем в категории до 84 килограмма. В принципе, вы в схожем весе выступали по хорам до 81 килограмма. Да, я выступал до 81 килограмма, но здесь какой-то другой вес спорта, более жесткий. Ну, посмотрим, я не первый раз на таких соревнованиях, поэтому болеем за нас. Тем более, так или иначе, наше место будет в углах. Да, и Расул Магомедов, и Михаил Царев. Ну, Михаил Царев, я расскажу немножко об этом спортсмене. Честно говоря, Расул, я вижу, первый раз является чемпионом по грэплингу, чемпионом Дагестана по вольной борьбе, но здесь я бы не стал бы настаивать, что это именно так. Ну да, да. Потому что, да, очень авторитетное звание. Ну, вполне возможно, и был чемпионом. Я думаю, по ходу боя мы узнаем. Поймем, да, так или не так. Чемпион Дагестана по рукопашному бою, но Михаил Царев, у Миши очень хороший рекорд, больше 20 побед. Да, по-моему, 25. Ну, с, например, такое количество побед и всего три поражения. Всего три поражения. Очень много титулов у Михаила Царева. Причем он совмещает в себе как отличную борьбу на земле, так и, в принципе, Хайки бьет ногами в голову, бьет он прекрасно. Так что вот... Ну да, да, да. Я думаю, что даже вот эти все эти движения тут подсёк, как челночок такой. То есть Царев является настоящим спортсменом универсала. Ну да, да, да. Здесь, я думаю, и ударники могут восхититься, да, какими-то вещами у борца. Ну, здесь все-таки, видите, ищут они свою дистанцию для нанесения уже как бы конкретного удара и развить уже атаку. Хорошо прошел удар, да, да, как бы ногой в корпус, да, я потом в голову рукой. Да, очень хороший удар прошел. Такой я вопрос задам. Вы как тренер сборной, вам не кажется ли уж, что эти спортсмены такие мелковаты для данной весовой категории, что можно подсушиться к другому? Ну, согласен. С вами все-таки до 81, как бы, все-таки они более... Даже до 84? Рослее, да, да. Рослее ребята. Ну, знаете, как я сказал бы так, что самый главный характер и, как бы, и внутренний стержень. Бывали, что и высокие ребята, а выходил, как бы, средний, ну, средний, как бы, среднего роста боксер, да, и, как бы, один-два удара, и нокаут он не заставлял себя ждать. Так, смотрим, только что Царев прошел в корпус и в такую неприятную достаточно ситуацию попал. Конечно, здесь, наверное, не будет удушающего приема, но все равно... Я думаю, он вот выйдет в эту ситуацию, да, вылезет. Выйдет и обязательно, он же очень опытный борец, очень опытный борец. То есть, в принципе, он одинаково хорошо борется и когда сверху находится, и когда внизу. И когда снизу, да. Да, и когда внизу. То есть, ну... И сейчас сказывается, конечно, опыт. Обязательно сказывается опыт, и я также бы обратил внимание, то, что, несмотря на то, что заявлено, Расул Магомедов чемпион Дагестана по гольной борьбе, а в ноги сейчас проходит Царев. Да, да, я думаю, конечно, это... Ну, да, что-то тут напутали. По ходу боя, да, вот это здесь. Вот, коронавирует. И вот на треугольник сейчас Царев выходит мастерски он это делает, Михаил. Как сейчас, вы, конечно, повторно все, смотрите, треугольник полностью закрыт, идеальный угол взят. Нет, 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 смотри, все равно... И засыпает. Все. Ох, ну иду, смотри, 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 все. Да, э... Да, э... ...потерников поднимаешь? Не хотелось бы спасаться... ...помыкающих. А это бы никому, наверное, не хотелось. Ну, самое большое, что приятно, что после боя ребята обнимаются, поздравляют друг друга, как бы, извиняются. Это, это, это спорт. Я думаю, что боксерам не хочется на душающий попасть, а борцам не хочется от боксера рукой в голову пропустить, поэтому здесь обоюдные вещи. Третий мы с вами...